Добро пожаловать на Тулу-Арену, где в этом сезоне принимает своих соперников в российской суперлигии Белогория. И сегодня здесь гостит, ну, можно сказать, команда, которая является едва ли не соседями хозяев площадки. Факел частично своим тренировочным процессом занимается в Серпухове. Затем получил травму Сергей Гранкин. В Питер же совсем уже недавно отправился опытный Евгений Сиважелес. И казалось, ну, вот все, наверное, такие самые заметные детали из этого организма командного исчезли. С колоссальным потенциалом. Может быть, сейчас на пике реализации, что ли, этого потенциала находится в сезоне. Потому что победы-то одержаны командами самого верха турнирной таблицы. Ну, и Белогория, которая, я уже говорил, 10 побед подряд. И уж не в домашнем матче с Факелом эту серию прерывать хотелось бы хозяевам площадки. Так что сразу борьба за инициативу. Активен Роман Ямполов. Так пытается собирать своих игроков. При какой доводке и в какой расстановке он предпочтительное направление для атаки выберет. И, возможно, это тот самый случай, когда Белогория просто это просчитала. Мельников-Джан очень хорошо на задней линии выбирает позицию. Расстановка, где нету Либера у Белогория. И где работа блокирующих и полевых игроков очень важна. Что здесь не так? Ну, считают белгородцы, что мяч не коснулся площадки. Последовал свисток. Он в хорошем тонусе на подачу выходит. Но тоже в Либера летит. Правда, Данани чуть-чуть не довел. Этот мяч сейчас останется в игре. И Хачдади. Все-таки такое внимание большое ногам у него было. Не рискнул он по полной рисковать. Мяч по-прежнему в игре. Такая защита из той и с другой стороны. И все-таки не хватает. Тут чуть, наверное, длинный рук у Джана, чтобы этот мяч попробовать сыграть. Ногами-то он, наверное, успел бы к этому мячу. Небудь там рекламного щита. Странным образом многовато подач в Либера. Собственно, больше всего их было пока в него. А здесь Данани случайным образом в приеме поучаствовал. Потому что от его партнера мяч у него угодил. Угодил удачно. Но вот все равно приходится защищаться. Не более того. Джан. Было, было там касание площадки. Вообще, конечно, из-под высоты Заболотникова пробрасывает четвертую зону. Быстрый мяч. Но очень трудно что-то противопоставить этой атаке. Потому что Джан на хорошей высоте в первой партии. Вышников классные передачи. Очень все быстро. Хотя и Джан там уже был совсем рядом с места атаки. Но две ошибки есть, две ошибки. Уж в этой партии эта помощь определенно будет уместна. И Тетюхин там чудом довисел. Ведь и невысоко прыгал изначально. И все равно оставил руки. Главное, оставил их уже с правильно, что ли, развернутыми ладонями. Тот же игрок, который в последних матчах вот все лучше и лучше в этом элементе у Белогория играет. И это существенная прибавка к командным возможностям. Станислав Маслиев вышел на заднюю линию. Наверное, помочь в приеме. Такая основная идея. И Тетюхин возвращает должок. Делает это достаточно быстро. Какая поддача у Падрибинкина. И у Данани там шансов не было доводку сделать. Первый темп от Белогория. Так, терпеливо сдал достаточно Роман Порошин. Когда все-таки Заболотникова по-настоящему в игру вести? С первой же касанией в приеме ошибка. Это бесследно зачастую не проходит. Но здесь подача в Либера. Вновь Заболотников. Успеет Данани. Еще один фрибол на стороне Белогория. И тут уже Мельников не поверил, что вторая будет передача его коллеги по Амплуа. Пошел, ну, может быть, к четвертой зоне смещаться. Получает подсказки от Александра Волкова, где можно было сыграть лучше. Ну, а счет очередной раз сравнивается после атаки Станислава Динейкина. Капранов хорошо доводит. И Динейкин даже разрывом блока это не назовешь. Центрально уж больно много не успевал. Так что, по сути, атака на одном блоке была. Многовато что-то в подачу Либера для концовки сета. Это серьезно упрощает, ну, скажем так, качество передачи для Романа Порошина. А он это делает, как по заказу. Первый эйс Белогория в этом матче завершает первый же сет. 1-0 в пользу хозяев. Хорошая подача Динейкина. По замыслу успевает Тетюхин. Брагин рановато сел на колени. Ну, он ждал сильный удар от Василия Капранова. Получилось, что оказался отыгранный из-за этого. Игроки передней линии вроде бы шанс какой-то оставляли. Ну, а во-вторых, и за Мохаммедом там присматривают сейчас повнимательнее. Сетки удалось Хадждаде этот мяч продавить. И вот за счет этой высоты, где он его нашел, ему, пожалуй, удалось и без касания сетки здесь обойтись. 2002 года рождения. Энс 2002-го, Капранов 2005-го. Это крайний нападающий у Факела. Фантастика просто какая-то. И эта команда впереди во второй партии. 8-9 Белогория брейк. Войчко на подачу Червякова зарабатывает. Двое, но первый темп поднимается. И еще раз работает блок Белогория. Тетюхин вообще пока лучше блокирующий этого матча. Это у него третье результативное действие. Пытаясь минимизировать, что ли, эту угрозу. Вот, вновь, по линии уходит Капранов, оставляет это направление Данани. Но есть еще вариант через центрального сняться. Хорошее смещение от Тетюхина позволило Джану в защите сыграть. Но теперь уже в защите хорош Вышников. Энцы пока прихватили очень плотно. А вот Станислав Денекин сложнейший мяч вбивает. Причем достаточно уверенно это делает. Хороша, конечно, подача Мельникова. Вот было у него несколько очень неплохих попыток, с которыми белгородцы с трудом справились. Ну а здесь Джан ничего поделать не сумел. Тетюхин там даже с определенным риском получить травму до конца все-таки отработал. Успеет там увидеть мяч. Успел Порошин. Ему там и развернуться надо было. Получалось через дальнее плечо от мяча. И белгородцы этот эпизод доигрывают. Вновь хорошим блоком. Уж теперь точно Сергей Червяков это касание совершил. Очень важный с точки зрения эмоций момент, когда вот такая защита в итоге, по крайней мере, первая в серии его подать кругом ранее. Хачдади здорово выбрал Андреев место. В защиту выходит. Ух ты, а мяч и здесь чуть не сохранился в воздухе, но все-таки Галимов. И здесь ему удается справиться с подачей, которая была проблемной для Белогория кругом ранее. Белогория зарабатывает тройной сетбол во второй партии. И расподавался Тетюхин. Так что вновь только Денейкин теперь в этой ситуации адресата мог быть. И где мяч упал? На стороне факела. Мне показалось, что мог он там между рукой сеткой скользнуть. Нет, все четко. Последние очки в этой партии Белогория блоком своим зарабатывает. И уже впереди со счетом 2-0. Хоть пришлось. И еще один блок Белогория. Мохаммед Аль-Хайждади не дают атаковать столько, сколько ему хотелось будет блокировать. Он далеко не против. Не забил первый мяч Энц. И уже у Вышникова не такие простые решения по выбору адресата. Далеко ведь не всегда первый темп с одной стороны заиграешь. Хотя так суммарно вроде бы 13 атаков. Согласитесь, и мы ее видели. У Джана при этом получается самый низкий процент среди всех нападающих Белогория сегодня 43. Ну, при 7 атаках это, наверное, все-таки не провал, а, скажем так, промежуточные проблемы небольшие. Ну, а зачем Аня Александру Волкову? Ну, вот тут Галимов, к сожалению, может изыгрытые выпасть. Пока изучал статистику, вот мы видим, получил какое-то повреждение. Давайте посмотрим на этот эпизод. Хорошая игра на блоке. И свой же партнер ему на ногу наступает. Но тут хуже, когда сам наступаешь. Будем надеяться, что это болевой шок в этом случае у Руслана. Очень много сегодня в Донане подают белгородцы. Совершенно их это не смущает, что классный Либера посредством действия. А вот уже три ошибки к счету 10 третьего сета. Дадди опять какую-то просто невероятную траекторию находит. При том, что атаковал практически без разбега. На групповом блоке он попадает еще в четвертый метр с задней линии. За счет рискованной подачи очень много блоков этих атак оставляет свою пользу. Или вот заставляет такие вот обманные удары делать, как сейчас. Долго-долго думал Джан. Таковое вот касание сделал Роман Порошин. Так подвесил мяч на варианты. Можно было выйти в передачу, отдать результативность. У Хачдади уже 14 очков. У Титюхина 11. Там не было лишнего касания. Нет, все как надо сделали белгородцы. И здесь соперник уже в некотором оцепенении, по-моему, за этими чудесами в защите наблюдает. Из пяти командных блоков факела четыре на его счету. Плюс эйс один, мы помним, прекрасный. Так что Мельников с одной стороны здорово, когда у центрального дела так хорошо идут. Капранов рискнул обыгрывать блок тройной, но и подчеркнул, что, наверное, по ширине этой передачи блокирующие не очень здорово разобрались. А вот Титюхин, да, мы говорили, что может отдать передачу. Но здесь Заболотников точно не мог быть готовым. И для себя возможности Титюхин хорошую атаку здесь провести видел. Да и счет, наверное, позволяет где-то, может быть, какие-то мячи за счет куража постараться выиграть не самым логичным образом. Поставил цифры, которые я назвал, это не счет матча. Значит, это 16 блоков у Белогории всего и 6 у доигровщика Павла Титюхина. Вот из трех, да и всех блокирующих. Едва ли не самый невысокий, да, получается. Вот Жан вновь расподавался. Хорошие серии. Еще один блок Белогория, 17-й. И вообще тут уже в пору статистика волейбольная, если они у нас, конечно, есть, судя по результатам последних туров. Кстати, матч первого круга в Новом Уренгое Белогородцы тоже без каких-либо проблем выиграли в трех партиях. Сделали они это и сейчас, попутно оформив 18-й блок. И вот эту красивую цифру, ровно 6 блоков в среднем за сет. Ну, а мы на этом прощаемся. С вами был Владимир Тицко. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!